Я топою, но в душе Понимаю, зачем брать эту носу на лице? Это самое ненужное честило С утра встала, сразу села за станок И так три дня без... как-то не просыхая Я буду жонглировать кексами Это было что-то особенное, легкое Наркомагия и бесконечная любовь Вот так вот его выложила Вообще вынесли мне модный приговор Хранилище, гель-лаков, склад Мне кажется, их проще взвесить Не смешно Я его раскормила в жирную сливку вообще А сама похудела Антон совершенствуется Он это делает все быстрее Он даже калории считает Дело в том, что в подростковом возрасте я была Очень толстой Не смешно Я просто делаю то, что мне нравится Просто делаю это хорошо, как я думаю И люди это ценят Я могу снять видео, которое посмотрят Ну, может быть, даже миллионы Привет, девчонки, это Маша Это Светов На самом деле, когда пришел момент выбирать свою профессию Я еще немножечко растерялась Не была готова к такому решению Поэтому выбрала один из вариантов, которые предложили родители Предлагали, значит, врача и менеджера Я подумала, менеджера даже про меня Ну и пошла на менеджера И в итоге это были пять самых бездарных лет в моей жизни Я о них очень сильно жалею Вот, и где-то вот когда все свершилось Когда я поступила Я тогда вот в этот момент нашла себя И поняла, что все-таки творчество это мое И я хочу заниматься творчеством в жизни Никакого художественного образования нету Курсов я никаких не заканчивала Просто рисую в свое удовольствие Как получается, оттачиваю свои навыки Ну и это, конечно же, приносит плоды Сейчас уже я, конечно же, на курсы посматриваюсь либо быстро Но, возможно, сейчас я бы обменялась с кем-то опытом Посетила бы какие-то курсы Потому что, ну, развитие должно быть во всем Сейчас очень много талантливых мастеров, преподавателей в любой сфере И я интересуюсь этим Мне хотелось бы посетить какой-то курс Но пока еще всерьез об этом не думала И ничего для себя не подыскивала Первая работа была еще на первом курсе Вот когда я поступила и поняла, что все-таки менеджмент это не мое Я хочу заниматься творчеством Я к тому моменту уже была довольно-таки неплохо знакома с фотошопом И начала на фрилансе принимать заказы на дизайн-сайт Делала это как умело, понятное дело и цена тогда была соответствующая Но с течением времени, конечно же, мои навыки повышались Клиенты становились все лучше И в итоге вообще моя дизайнерская деятельность закончилась тем, что мы с мужем открыли свою веб-студию В которой я работала, он работал, у нас были еще наемные рабочие Мы делали интересные достаточно-таки проекты Работали с интересными людьми И это целый этап жизни, из которого просто куча историй И именно как раз вот в этом этапе кроется корень того Почему я сейчас не принимаю клиентов и не хочу даже этим заниматься На самом деле выделить какую-то самую интересную, самую дикую историю Из моего рабочего дизайнерского прошлого сложно Потому что каждый клиент это было что-то особенное Легкая наркомания и бесконечная любовь вот в одном человеке Доходило даже до того, что в выходной ничего не предвещает беды Звонок от одного из моих клиентов говорит Маша, у меня, значит, фотосессия И я буду жонглировать кексами, он кондитер И вот хочу с тобой посоветоваться А что мне надеть на фотосессию? Как ты считаешь, шелковый фраг и такая шляпа, как у волшебников? Это классно или не очень? И мне нужно было что-то им отвечать И это не единичный случай А постоянно у каждого клиента какие-то свои идеи, свои мысли И требовалось мое мнение Что для меня YouTube канал? Это скорее, это даже не хобби, это отдушина Потому что все началось с того, что я искала людей, с которыми я могу разделить свое хобби Я не ожидала, что найдется столько желающих двигаться в этой сфере вместе со мной С кем я могу делиться своими какими-то наблюдениями, обзорами, дизайнами, идеями, даже самыми дикими Поэтому это не хобби и не работа, это отдушина Мои зрители, это мои друзья Еще со школьных лет я наблюдала за блогерами, которые ведут свои аккаунты на сайтах специальных Там русскоязычных, англоязычных Я читала, мне все это нравилось Тоже хотелось заниматься блогингом Это близко мне было Почему именно ногти? Ну просто когда-то я ходила на маникюр к мастеру Там все было, ну, так себе, близко к риску Вот, и я начала делать маникюр сама Мне мама подарила первый мой маникюрный наборчик на день рождения Это была вот маленькая такая коробочка для продуктов В которой вмещались все мои гирлаки, все мои инструменты И еще отдельно была лампа, которая по размеру была больше, чем эта коробочка Вот, ну, у меня неплохо получалось Муж предложил, говорит, давай снимать видео Ну, почему бы и нет, попробуй Ну, вот мы и начали Знания про маникюр, про свойства каких-то материалов Про конкретные отдельные материалы Я, конечно же, черпаю в интернете, как и все И плюс, очень большой процент я получаю из собственного опыта Я пробую материал, нахожу достоинства, недостатки Формирую свое мнение, которым я, конечно же, делюсь в видео Да, конечно, мне хотелось бы какой-то салончик имени Маша Крейт Или какую-то школу маникюра Или там студию Но пока просто еще к этому не пришла Надо какой-то, может быть, толчок Но, конечно, это интересно Может быть, лично ездить с курсами по миру я не буду Потому что у меня довольно большая аудитория на YouTube Перед которой у меня есть ответственность Я должна выкладывать для них видео Я хочу выкладывать для своих зрителей видео И просто я считаю несправедливым тратить несколько дней на ограниченную группу Там 10-20 человек Когда я могу снять видео, которое посмотрят, ну, может быть, даже миллионы Я не считаю, что на сегодняшний день профессия мастера маникюра непрестижной Сейчас это очень популярно Хорошие мастера на вес золота И это очень классно, что девочки в этой сфере находят себя Имеют возможность самовыражаться и получать от этого удовольствие и прибыль Даже более того, мне приходят, часто приходят за регулярностью комментарии о том, что Ну, не комментарии, а там в личку, в дирек пишут девочки Что они бросили свою основную работу И после моих видео решили заняться ногтями И вплоть до того, что некоторые из них открыли свои студии Серебряная кнопка, конечно же, у меня есть Она лежит дома, я ее очень люблю Она красивая такая, трогательная Ну, на самом деле, получаешь, у нее очень приятно становится Но первые 100 тысяч на самом-то деле набрались очень незаметно И это был такой короткий момент, когда вот-вот будет 100 тысяч Потом бац, 100 тысяч И как-то уже на следующий день уже больше и больше Ну и пошли дальше, там, 100-100 тысяч На 100 тысяч мы организовывали вечеринку В честь канала очень сильно помолв бренд Fox Он был главным спонсором Но на самом-то деле я не помню вот этого момента Когда набрались подписчики Потому что я не коллекционирую подписчиков Я их не считаю И я благодарна каждому отдельному человеку За то, что на меня подписаны Не всем вот этим вот тысячам Вот Я отчетливо помню момент, когда было первые 2000 просмотров Когда я выложила свое первое видео на пустой канал Я просто вот-вот так вот его выложила И очень переживала Захожу Гуляли мы как раз с Антоном в парке Я захожу с телефона посмотреть, что там, как дела А там 2000 просмотров И я останавливаюсь и просто не понимаю Я пытаюсь осознать момент, что 2000 человек Зашли, посмотрели вот это вот видео Я открываю комментарии А там хорошие комментарии Там благодарность от таких же девочек, как я Которые делают маникюр дома От начинающих мастеров И просьба продолжать Вот Тогда я пошла снимать второе видео Пунктика насчет золотой кнопки нету Конечно, если она у меня будет, я буду очень рада Но это просто такая приятная безделушка На самом деле, если даже миллиона и не будет У меня есть своя аудитория Есть девочки, которым важно то, что я делаю Есть девочки, для которых я стараюсь А кнопка это второстепенная Сложных моментов, пожалуй, вот как таковых нету Просто быть ютуб-блогером это уже достаточно сложно Да, там со стороны кажется, что это такая безоблачная деятельность Хочу, делаю, хочу, не делаю Сделала как-нибудь, как-нибудь выложила Ну и пошло оно все Нет, это все не так Это огромный объем работы Огромное внимание требуется Сложные моменты это, пожалуй, хейтеры И то к ним так относиться серьезно, конечно же, не стоит Ну бывает, там напишут какую-то гадость Ну посмеялась, удалила, ну и все А сложных моментов я больше на позитивном концентрируюсь В самом начале, конечно же, было сложнее всего Потому что это сейчас у нас есть студия У нас есть профессиональный свет У нас есть всякие там разные микрофоны Камера очень хорошая А поначалу у нас была просто, ну, неплохая камера И все У нас не было больше ничего Вместо штатива была табуретка со стопкой книг Камеру придерживал Антон С одной стороны была одна настольная лампа Одной температуры света С другой стороны была просто лампочка Другой температуры света Это просто давало ужасную картинку Не было никакого ни микрофона Я, конечно же, сильнее стеснялась в кадре Основная сложность была техническая Но мы все равно делали так, как мы можем Мы старались сделать максимально хорошо И росли, и растем сейчас Нет, ну, конечно, бывают всякие организационные моменты Но это такие мелочи, которые просто приравниваются к какой-то бытовухе Потому что все наши знакомства, все наши отношения Они как бы вот начались с того, что мы всегда работали вместе И для нас это привычно и нормально Быть всегда вместе, всегда вместе работать Принимать все решения вместе и делить наш труд Разногласия, тут мелочи всякие бытовые Например, вот в прошлом видео на моем канале Я надела блузку, которая ему не понравилась Он говорит, блузка, просто отстой, не надевай ее, не надо Я говорю, нет, она мне нравится, я надену Ну и в итоге в комментариях целая куча негодования По поводу того, что я надела И вообще вынесли мне модный приговор, мои зрители Вот, а насчет тем Ну, как-то Он, бывает, предлагает интересные темы Я на них снимаю Бывает, сначала упираюсь, потом снимаю Ну, в основном, конечно же, темы для видео придумываю я Устаю и морально видеть каждый день новый цвет И, конечно же, ногти устают Поэтому ламинирование ногтей и прочие укрепления Это просто мое спасение Я вот чаще всего хожу просто с нюдом Иногда с одной накрашенной рукой Потому что сегодня я сняла один дизайн А завтра я запланировала снять новый дизайн И закрашивать вторую руку просто нет смысла И снимать ту, которая уже накрашена, тоже нету сил Вот, это тяжело на самом деле снимать маникюрное видео Если обычно мастера справляются за полтора часа на двух руках Ну, как бы на клиенте То у меня бывает 4 часа, 6 часов, пару дней уходит на съемку Например, видео про стразы я снимала 3 дня полных Вот, я просто с утра встала Сразу села за станок, снимаю видео про стразы И так 3 дня без... как-то не просыхаю Бывает так, что мне нужно, ну, как я запланировала в ближайшие несколько дней Снять несколько дизайнов И красить правую руку просто бессмысленно Поэтому правая рука у меня просто каким-то там нюдом, ламинированием Перекрыта просто для аккуратного вида А на левой руке каждый день новые дизайны А бывает я меняю дизайн по 2 раза в день И там в комментарии приходил вопрос Какую бы суперспособность я хотела иметь в мире нейл дизайна Вот, я думаю, она у меня уже есть Я могу переделать дизайн ногтей несколько раз за день самой себе Ну, во-первых, контент должен быть надлежащего уровня Он должен быть уникальным Или же лучшим, чем тот, который сейчас есть на еду А во-вторых, искренность Зрители чувствуют искренность Когда им пытаются впарить какую-то хрень Они это все знают, понимают И не надо пытаться их обмануть Ну и, конечно же, каждое видео нужно планировать Будь продюсером в каком-то роде Продумывать все до мелочей Расставлять цвет Думать над тем, какой будет фон И, конечно же, как вы преподносите информацию Потому что это очень важно Все у вас получится Постоянно кто-то пытается записаться на маникюр До финансовой части вопроса дела не доходило Потому что я всегда отвечаю Нет, я не принимаю клиентов Вот и все Но было такое, что вот раньше, когда делала подружка маникюр Я это делала просто так безвозмездно Потому что мне это нравится Мне там нравится рисовать на ногтях Это был неплохой шанс посидеть с подружкой Там за бокальчиком вина еще на то время Поболтать о чем-то Ну и как бы полезное дело сделать Но они оставляли деньги в благодарность За материалы, которые я на них потратила Не знаю Скажем так, я на них не рассчитывала И это был просто приятный бонус Который, если бы его не было, я бы не расстроилась Проблема в том, что я считала Но как-то мне вот где-то посрединке надоедало это все делать И мне кажется, их проще взвесить Вот, очень много нету такого цвета, которого не было бы у меня Я могу в своей коллекции найти абсолютно любой оттенок Абсолютно любой материал Это все интересует людей еще, где это все хранится У меня есть большой стеллаж С большими черными коробками В которых ярусами наставлены гель-лайки Материалы для дизайна Гели, блесточки, стразики Для стразов у меня две вот таких вот отдельных коробки Каждый раз, когда мне нужно приклеить стразик на дизайн Я, значит, достаю эти коробки Открываю, обкладываюсь вот так вот стразами И выбираю там, ну, цвета, размеры, формы Все, что надо А потом назад все дела складываю Складывать это самое нелюбимое Вдохновение везде, повсюду В музыке, в одежде, в людях Ну, как бы такой вопрос, где взять вдохновение Но нигде, оно берется внутри вас И то, что я могу посоветовать Вот где реально вдохновиться Это сядьте в спокойной, приятной для вас обстановке Возможно, включите музыку Заварите там чай или какой-то другой любимый напиток Посмотрите какие-то фотографии, которые вам нравятся Полистайте аккаунты людей Которые вызывают у вас восхищение Или будут у вас какие-то эмоции Почитайте любимую книгу Подумайте в том направлении, в котором вы хотите что-то создать И идея к вам придет Бывает, просто нет настроения Конкретно сегодня садиться что-то рисовать А кризис Мне кажется, кризисы бывают у людей Которые не любят то, что они делают А я люблю то, что я делаю И мне это приносит удовольствие И отдых Отдыхать любят все Какой кризис в отдыхе? Как я и говорила выше, подготовка к видео Включает в себя несколько этапов И да, для портретов мы арендуем помещение Которое мы оборудовали под свою собственную студию Которое всегда свободное И мы можем приехать в 3 часа ночи И отснять то, что нам надо Ну, портреты или одежду Я иногда снимаю Мне очень близка эта тема Очень нравится снимать видео про одежду Вот, руки я снимаю дома У меня есть мое рабочее место Мое хранилище гель-лаков, склад В общем, я переоборудовала уголок квартиры Под свой склад со столом И аппаратурой для съемки Вот я там сижу, бывает целый день Бывает несколько дней подряд и снимаю Вот, а монтаж, ну, Антон совершенствуется Он это делает все быстрее и быстрее И качественнее И мне это очень нравится С самого начала всю вот эту вот Блогерскую деятельность Весь канал мы вместе затеяли И над первыми видео мы сидели вместе Мы вот вместе садимся И монтируем Скажем так, Антон делает А я говорю, там этот кусочек поставь сюда Этот сюда Там здесь такой звук Тут обрежь Вот И поначалу, да, это занимало несколько дней А сейчас мы уже так приловчились Что на монтаж у Антона уходит полтора-два часа Я совершенно ничего ему не подсказываю Просто в конце его работы прихожу Смотрю, что он смонтировал Возможно, там что-то корректирую Вношу там свои поправочки Он их переделывает Но и вот готовый лук Конечно же, как и в любой другой сфере Монтажу нужно научиться Я лично этого делать не умею Но я думаю, если я потрачу какое-то время на подготовку На изучение теории На практику То у меня тоже получится Когда выдается свободная минутка Я прошу Антона, чтобы он отвез меня на кофе Даже если это глубокая ночь Есть заправки с круглосуточным кофе И это так классно взять Вот этот вот вкусный кофеечек И кататься по ночному городу Я просто получаю колоссальное удовольствие Ночь, дорога, хорошая музыка Вкусный кофе и приятная компания Это очень приятно Я люблю машины Люблю быструю езду Мне нравятся дрифт Вот эти всякие штучки Но у меня прав нету Вожу я так себе И в последний раз, когда я ехала на машине без прав Меня штрафовали И я с тех пор больше не езжу Особую романтику я нахожу вот в этих ночных И не только покатушках на машине В путешествиях, опять же, на машине не только И еще нам очень нравится активный отдых Мы в теплое время года катаемся на каяках Ходим на веревочные парки Вот эти все препятствия мы преодолеваем И, конечно же, круглый год мы вместе посещаем тренажерный зал Ну, понятно, что когда два человека живут вместе Они друг друга улучшают Причем сами этого не замечая Наверное, в последнее время я начала его подкатывать джинсы Мне так больше нравится И мы, в общем, в этом сошлись И занятия спортом Здоровый образ жизни Здоровое питание Я как бы начала это А Антон подходил и тоже вместе со мной этим занимается Он даже калории считает Последние полтора года Это стабильно три раза в неделю Силовые тренировки И там, когда получалось по времени, я делала кардио Но последние несколько месяцев Я в зале провожу шесть дней в неделю Чередую кардио и силовые тренировки Просто как по расписанию Хожу туда как на работу Дело в том, что в подростковом возрасте я была очень толстой И это была проблема И нужно было ее решать Я решала на тот момент своими силами Я худела Занималась спортом Во всяком случае, я думала, что я занимаюсь спортом Когда делала это, конечно, неправильно И это принесло определенный ущерб моему здоровью Потом я начала больше заниматься вопросом Больше информации изучать И вот сейчас уже в зале занимаюсь с тренером Мне много чего подсказывает тренеры по питанию И по тренировкам И сейчас это, конечно же, совершенно другой уровень Совершенно другой подход И работа над телом без ущерба для здоровья Это очень важно Во-первых, не читайте большинство фитнес-блогеров Потому что они советуют шаблонную программу похудения Которая подходит не всем Не то, что неподготовленному человеку Она подходит вообще не всем Так делать нельзя Нельзя сразу резко бросать есть Нельзя сразу резко хватать 100-килограммовую штангу И с ней приседать Нужно делать все постепенно Размеренно и с толком В похудении главное не спешить Зачем бороться с человеком Навязывая ему правильное питание Или отказ от вредных привычек Нужно просто подать хорошие примеры Если человек сам захочет Он присоединится А если не захочет То его не заставить никакими силами Для меня спорт это не сезонное явление Поначалу это было как средство достижения своих целей А сейчас это антистресс и образ жизни Я считаю неправильным разделять спорт И хороший внешний вид на какие-то сезоны Нужно круглогодично хорошо выглядеть И стараться для мужа, для себя поддерживать форму и тонус Я считаю, что блогерство и возраст Это такие понятия, которые не стоит объединять И навешивать друг на друга Потому что вот буквально вчера Я нашла на ютубе очень симпатичную мне женщину Она в возрасте, она блогер Рассказывает про внешний вид, про свой стиль Про свои успехи, отношения к жизни Я не знаю, сколько ей лет Глядя на нее, трудно назвать возраст Но выглядит просто потрясающе Видно, что женщина в возрасте Ну что она себя любит, она за собой ухаживает И вот я бы в возрасте хотела быть как она На самом деле для хороших идей Хороших дизайнов, хорошего вкуса Нет возрастных ограничений У меня довольно широкий диапазон зрителей По возрасту, который меня смотрят Это и девочки школьного возраста Которые еще не умеют даже писать без ошибок И женщины 50 плюс И тем не менее, каждая из этих возрастных групп На моем канале что-то для себя находит Интересное, полезное И что-то может подчеркнуть Я просто делаю то, что мне нравится Просто делаю это хорошо, как я думаю И люди это ценят На данный момент мой блог скорее про ногти Но ногти это не единственная тема, которой я интересуюсь У меня есть много других интересов Которые тоже хотелось бы разделить со своими зрителями Конечно же, это не означает, что я брошу ногти Мне это нравится, я буду продолжать это делать Но вполне вероятно, что я добавлю еще какие-то тематики И буду рада, если мои зрители их со мной разделят Так же, как ногти Я давно знакома с брендом Fox Я довольна качеством этих продуктов И свою коллекцию Fox Masha Create Мы выпускаем уже достаточно давно И я знаю, что если человек купит этот фиолетовый флакончик Принесет его домой и откроет Лично мне не будет стыдно за качество И за то, что там написано мое имя Работаю над новой коллекцией Я всегда начинаю с обзора модных трендов сезона И стараюсь сделать гирлаки такими, чтобы они подходили Под модную одежду грядущего сезона Как в плане цветов, так и в плане текстур Вот, если я считаю, что в этом сезоне будут актуальны блесточки Я делаю блесточки Если шелковые ткани, атласные, вот, ликующие, как в этом сезоне Я сделала легкие шиммерные цвета Которые удачно дополняют образ из такой ткани Ну что ж, спасибо, что вы были сегодня со мной Досмотрели до конца Я знаю, что это видео смотрят много моих зрителей Поэтому мы с брендом Фокс хотим порадовать вас небольшими подарочками Просто будьте подписаны на мой канал На канал Фокс И оставляйте в комментариях любое количество Любых комментариев Через неделю ребята из Фокса уберут три случайных Которым поедут подарочки А я буду рада видеть вас у себя в других соцсетях Подписывайтесь, присоединяйтесь к моему каналу С вами была я, Маша До скорого! Редактор субтитров А.Семкин